В ход идут грязные приемы. В рамках избирательной кампании в Омский городской совет власть вновь использует против кандидатов от КПРФ двойников, однофамильцев и не только. Противостояние КПРФ со стороны власти началось с перестраивания всей избирательной системы, а именно утверждения выборов только по одномандатным избирательным округам. А буквально накануне стали известны фамилии кандидатов от других партий, помощников власти, коммунистов России, ЛДПР, Справедливой, Единой России и частично самовыдвиженцев. Количество однофамильцев или людей со схожими фамилиями кандидатов от КПРФ просто поражает. Их больше 20 человек. Полных однофамильцев 7, людей с похожими фамилиями 14. За счет правила распределения кандидатов в бюллетени в алфавитном порядке 30 из 40 кандидатов от других псевдопартий будут стоять выше представителей КПРФ и некоторые из них также с пометкой «коммунист». Первый секретарь Омского обкома КПРФ и депутат Государственной Думы Андрей Алехин заявляет. Он ожидал, что против КПРФ будут брошены значительные силы из-за того, что власть до дружи в коленках боится проиграть выборы в Горсовет Коммунистической партии Российской Федерации. Но что избирательная кампания будет настолько грязной не ожидал никто. Как утверждает Андрей Анатольевич, все действия псевдопартий курируются центром в лице власти и направлены они исключительно против КПРФ. Вот те списки, которые мы получили, вообще превращают избирательную кампанию в карикатуру, фарс, не знаю. Вообще-то я давно с таким не встречался. Это не коммунисты России. Коммунисты России это политические проститутки. Вот им что скажут, то они и делают. А говорит им власть, вот надо сделать вот так. Вот они так и сделали. Они подбирали специально. Подбирали, кстати, кандидатов не они. Подбирала власть этих кандидатов. Просто им сказали, надо выдвинуть вот этих товарищей. Есть определенная порядочность. Вот есть определенный уровень, ниже которого пускаться нельзя. Вот на сегодня власть опустилась ниже принтус. Как уверяет Андрей Алехин, увидев такие масштабы подлости, он будет вынужден обратиться в администрацию президента и центральную избирательную комиссию, чтобы надзорные органы обратили пристальное внимание на то, во что власть старается превратить выборы в Омске. Превращать выборы неизвестно во что, но нельзя. Поэтому попытаемся донести это до администрации президента. Ну как, какая реакция будет, не знаю, не готов сказать, но информацию мы-то эту доведем. Потому что мириться с этим безобразием, ну просто нельзя. Это уже не выборы.